Здравствуйте, уважаемые магистранты! Меня зовут Чербакова Елена Петровна. Я старший преподаватель в кафедре нанотехнологии и металлургии машиностроительного факультета. Сегодня лекция номер 5 по дисциплине методологии научных исследований на тему поиск, накопление и обработка научной информации. Цель дисциплины. Дисциплина методологии научных исследований является развитие у магистрантов навыков научно-исследовательской деятельности, приобщение магистрантов к научным знаниям, готовность и способность их к проведению научно-исследовательских работ. План лекции. Первое. Документальный источник информации. Второе. Анализ документов. Поиск накопления научной информации. Электронные формы информационных ресурсов и обработка научной информации в ее фиксации и хранении. Успешное проведение. Любых научных исследований в значительной степени зависит от своевременного обеспечения оперативной и полной информации о достижениях в науке и технике, эффективного использования ее в научной исследовательских, проектно-конструкторских и производственных предприятиях. Составить верное представление о лучших мировых и отечественных образцах техники невозможно, если информирование о ней неполное и недостоверное. И получено с опозданием. Поэтому чрезвычайно актуальной задачей является развитие общегосударственной системы сбора, обработки, хранения, эффективного поиска и передачи информации, основанной на достижениях современной вычислительной техники. Документальные источники информации. Понятие «документ» нас окружают в многочисленных документах, которые служат для фиксации социального опыта и впоследствии они могут использоваться в разнообразных сферах деятельности. Документом являются внешние по отношению к человеку материальные объекты, материальные носители, зафиксированные в их структуре информации, предназначенные для хранения и распространения в социуме. Бесконечно разобразен мир документов, берестяная грамота, папирусный свиток, глиняная табличка, рукопись, технический чертеж, газета, фотография, книга, кинофильм и т.д. Все это документы. Общая цель любого документа – сохранить информацию разной формы, содержание и предназначенное в структуре материального носителя и предоставить возможность использовать ее по мере необходимости для решения научных, производственных, идентификационных, экономико-финансовых, учетно-регистрационных и других задач. Под определение документа попадает необъятное число объектов, в том числе и природных. Документ стал рассматриваться как материальный объект, содержащий информацию в закрепленном виде. Термин «литература» нередко используется как синоним документов, но это неправильно. «Литература» является совокупностью произведений письменностей, имеющих общественное значение. Объем этого термина более узок по сравнению с документом, потому что в него не входят источники информации, зафиксированные иным, не письменным способом. Виды документов по конструктивной форме, конструктивная форма документа отличается огромным разнообразием. Виды документов по знаковой природе информации – еще один признак, участвующий в виде образования документов – это знаковая природа информации. Она определяется как форма знаков, при помощи которых фиксируется и передается основной материал издания, буквы алфавитов, цифры и знаки припинания, изображения графические, художественные и картографические. Виды документов по знаковой природе информации – бывают письменные, нотные, фартографические, изобразительные и аудиовизуальные. Виды документов по их периодичности. С точки зрения периодичности выхода в свет, все издания подразделяются на непериодические, выпущенные однократно, не имеющие продолжения, чаще всего книги. Периодические – это сериальные издания, выходящие через определенные промежутки времени. Виды документов бывают, значит, непериодические, сериальные и периодические. Виды документов по характеру текста. Документы подразделяются по характеру текста на индивидуальные, отражающие авторский взгляд на проблему, типовые, стремящиеся к стандартной форме текста, трафаретные, типографические бланки с пустыми графами. Значит, на схемке мы видим виды документов по характеру текста. Индивидуальные, типовые и трафаретные. Виды документов по их целевому назначению. В зависимости от целевого назначения, обслуживаемой сферы деятельности, документы подразделяются на научные, научно-популярные, производственные, официальные, учебные, справочные, патентные и так далее. Научные документы Это такие документы содержат результаты теоретических или экспериментальных исследований, прослеживают историю важнейших открытий, раскрывают пути и характер научных исследований, описывают код и методику ведения исследований. Большинство научных документов опубликованы, то есть являются изданиями. Среди них можно выделить Избранные труды Выдающихся ученых Полное собрание сочинений, классиков, науки и техники Монографии Научные издания, содержащие всесторонние и полные исследования одной проблемы или темы И принадлежащие одному или нескольким авторам Тематические сборники Состоящие из статей различных авторов И посвященных изложению нескольких вопросов определенной темы Такие издания, в отличие от монографии, Не освещают темы в целом, Но подробно рассматривают ее отдельные стороны, Усиляющиеся наиболее особо значимыми или актуальными Немало научных документов Относится к группе неопубликованных Особое место среди них Занимают диссертации и авторефераты к ним Диссертация представляет собой Квалификационную научную работу В определенной области науки Имеющие внутреннее единство Содержащие совокупных научных результатов Научных положений Выдвигаемых автором для публичной защиты Которые свидетельствуют о личном вкладе автора в науку И его качество как ученого Для процедуры публичной защиты диссертационной работы Необходимо предварительное ознакомление широких научно-общественности С научным вкладом диссертанта Автореферат не служит для этой цели В автореферате изложены основные положения диссертаций Составленные самим автором Он публикуется ограничением тиражов 100-150 экземпляров В автореферате излагаются основные идеи и выводы Обозначен вклад в проведенные исследования Показана степень новизны И практическая значимость результата Автореферат обладает всеми правами издания Хотя на его обложке помещают гриф на правах рукописи Депонированные рукописи также относятся к неопубликованным научным документам Суть депонирования заключается в передаче на хранение Рекомендованных научным советом учреждений И организаций рукописи Специальные информационные органы На которые возложены функции хранения Подобных материалов по отрасли Научные издания, содержащие материалы предварительного характера Опубликованы до выхода в свет издания В котором они могут быть помещены Входят в число неопубликованных научных документов К неопубликованным научным документам Также относятся отчеты о результатах законченных Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Отчеты ОНИР и ОКОВ Они служат важным источником научной и технической информации И некоторые из них размножаются типографским способом Хотя и не считают публикации в полном смысле слова Стандартизация Стандартизация Это деятельность, направленная На разработку и установление требований, норм, правил, характеристик Как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых Раз в пять лет каждый стандарт пересматривается, чтобы установить Подлежит ли он доработке Отмене или утверждению для использования на следующие пять лет Такая мера обеспечивает постоянное обновление стандартов Дифференцируется совокупность стандартов по разным основаниям По масштабу действия выделяются государственные стандарты Российской Федерации Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений Методы анализа документов Мы перешли ко второму этапу сегодняшнего занятия, которое называется «Анализ документов» Методы анализа документов Информационный анализ документа предполагает формальную характеристику текста по нескольким параметрам Информационному объему, информационной емкости, физическому объему, габаритам и информативности Метод терминологического анализа первоначально возник в лингвистике Но со временем обогатился приемами логики и сейчас успешно используется во многих научных областях Применение его в каждой науке имеет свои характерные особенности Контент-анализ или метод количественного изучения содержания документа Суть этого метода заключается в подсчете частоты встречающихся в части единиц Букв слов, знаков, комбинаций знаков, терминов и т.д. Выделенные единицы после подсчета выстраиваются в порядке убывания чистоты их использования в тексте То есть формируется из ауру Результаты подсчета позволяют увидеть то, что рассеяно в тексте и не видно на первый взгляд Методы анализа документов Может быть информационный, терминологический, концепционный, психолингвистический, метод экспертных оценок и библиографический Зарисуйте эту схемку Продолжение следует... Психолингвистический метод изучения документов. Этот метод изучения текста с точки зрения особенностей его восприятия, влияющих на заинтересованность и его доступность для читателя, авторский замысел выражает. Это основная идея текста, так как при подготовке текста автор ориентируется на определенные запросы потенциального потребителя и стремится быть понятым. Такая целевая направленность создаваемых сообщений влияет на характер и фиксацию текста. Поэтому восприятие сообщения определяется не только запросами, но и способами передачи содержания сообщений. Метод анализа понятийного словаря также относится к психолингвистическим методам. Этот метод является инструментом, позволяющим выявить уровень подготовительности читателя. Он помогает определить, насколько адекватно он воспринимает текст, сообщения, для того, чтобы впоследствии скорректировать свое воздействие, оптимизировать использование документов. Метод экспертных оценок. Применяются экспертные оценки в анализе и решении плохо формализуемых задач, в которых взаимосвязи причин и следствий не вполне ясны. О значении и качество интересующих исследователя параметров не поддаются непосредственному измерению. Также экспертные оценки и экспертиза вообще незаменимы в задачах прогнозирования, решение которых обычно опирается на оценочные, примерные данные. Экспертиза – это центральное понятие в экспертных оценках. Экспертиза является собственно процесс, опросы экспертов, сбор и первичный анализ экспертной информации. Существует прямая экспертиза, при которой интересующие вопросы задаются экспертам непосредственно, и косвенная экспертиза, при которой ответы на такие вопросы определяются в результате обработки других ответов. Кроме того, в зависимости от типа задаваемых вопросов, выделяют экспертизу оценочную и ситуационную. Цель оценочной – получить оценочное значение критерия или параметра, измеренного в какой-либо шкале. При ситуационной экспертизе участвующим предлагают рассмотреть совокупность утверждений, фактов, данных, характеризующих состояние объекта. Затем оценить причину следственной связи между отдельными фактами и дать прогноз развития объекта в разных ситуациях. Библиографический метод изучения документов и наукометрические методы относятся к методам, нацеленным на изучение количественной совокупности документов. Изучать совокупность документов, примета в статике и динамике. Так, при изучении документов в статике возникает понятие «массив документов». При изучении в динамике говорят о потоке, определенно неизменное во время множества объектов документов называется «массивом документов». Он характеризуется количеством, которое выражается единицей изданий, единицей хранения публикаций. Массивы образуют фонды библиотек, архивов, книжек, собраний и так далее. При исследовании массивов, свойства документов, его составляющих изучают, как стабильнее установившийся на данный момент поток документов, это изменяемое во время множества объектов, которые находятся в динамике и движении. Характеристика потока – это его интенсивность, в которой выражается количеством единиц публикаций и изданий единицу времени, месяц, год. Анализ источников информации. Анализ источников можно обозначить как информационный, так как он включает в себя поиск исходных источников информации в сочетании с предварительным изучением их содержания. Рассмотрим источники информации, чаще всего используемые при подготовке письменных работ. Принцип разделения всех источников информации в какой-либо степени, используемых при подготовке письменных работ, и по типу носителя, положен в основы, приведенные ниже, общие характеристики источников. Печатные источники информации. К ним относятся периодические издания, которые в свою очередь подразделяются на газеты и журналы, и некоторые иные виды специальных изданий. Книжные издания. Их гораздо труднее классифицировать в силу их тематического разнообразия. Продолжение следует... Специализированные информационные поисковые системы — это сравнительно новое средство поиска, сбора, систематизации и анализа исходных источников информации. Их появление и бурное развитие в первую очередь связано со стремительным прогрессом информационных и электронных технологий. Электронные источники информации. К этим источникам информации следует отнести теле и радиовещание. Интернет и иную информацию, распространяемую в электронном виде, в том числе на различных компьютерных носителях. Поиск и накопление научной информации. Одна из самых простых технологических процедур — это сбор исходных источников информации. Исполнителю для ее выполнения достаточно к определенному сроку сконцентрировать большую часть необходимых источников вблизи своего рабочего места. Систематизация — это упорядоченная и группировка всего собранного материала по содержанию и с учетом последовательности его использования при подготовке к письменной работе. У систематизированного анализа две основные задачи. Тщательная проверка форматы отбора источников и поверхностная проверка соответствия их выходных данных. Сегодня библиотеки по-прежнему представляют собой наиболее полный и доступный информационный фонд. Поэтому при подготовке письменных работ наиболее часто используются библиотечные каталоги. В каталог систематизированы перечень источников, состоящих на хранении в информационном фонде и учтенном соответствии. В соответствии с неким основополагающим принципом, отличным от алфавитного и иных, уже нами рассмотрен. Часто в качестве такого принципа используется принадлежность того или иного источника в вполне определенной области научного знания или системе учебной дисциплины. Тематический каталог – это перечень библиотечных источников, систематизированных в тематическом порядке. В данном случае тематическую направленность содержания источника принимают за основу. Алфавитный каталог – это перечень библиотечных источников, систематизированных в алфавитном порядке. Предметный каталог – это перечень библиотечных источников, систематизированных в предметах, то есть более дефилицированных по сравнению с тематическим каталогом в порядке. При этом сведения о предметах, непосредственно не связанных между собой, систематизируются по алфавиту. Хронологический каталог – это перечень библиотечных источников, систематизированных в хронологическом порядке, отражающих время выхода в свет того или иного издания, чаще периодического. Дата, год издания источника в данном случае принимаются за основу. Архивный каталог – это перечень архивных библиотечных источников, систематизированных в алфавитном порядке. Для отыскания требуемого источника по архивному каталогу требуется располагать либо сведениями о его названии и авторах, либо о времени выхода издания в свет. К информационным элементам относятся сведения о названии источника, сведения об авторе, авторах источника, сведения о функциональном назначении источника, сведения об издателях, краткая характеристика издания и выходные данные. Пояснительные элементы научно-справочного аппарата книги дополняют и разъясняют авторский текст источника. К ним относятся предисловия и послесловия. Указанные элементы научно-справочного аппарата книги располагаются непосредственно до и после основного текста источника. С их помощью читатель может получить дополнительную информацию о содержании источника, причинах и условиях написания. Общие принципы ведения рабочих записей. Ведение записи прочитанного представляет собой наиболее эффективный метод обработки информации, содержащийся в источниках, используемых в качестве исходных при подготовке письменной работы. Если процесс чтения сопровождается фиксацией избранных мест, то надежность усвоения прочитанного материала многократно возрастает. Виды рабочих записей. План является первоосновой, каркасом письменной работы, определяющим последовательность изложения материала. Выписки – это небольшие фрагменты текста, содержащие в себе квит-эссенцию содержания прочитанного. Тезисы являются наиболее совершенной формой творческих переработанных выписок. Это сжатое изложение содержания изученного материала, утвердительное, иногда вопробегающей форме. Тезисы в зависимости от своего предназначения могут быть основными, простыми или сложными. Разберем, что такое основные тезисы. Основные тезисы – это близко к дословной запись принципиально важных положений оригинального текста с небольшим добавлением обобщений, представляющих собой основу для итоговых выводов. Простые тезисы – это дословный перечень главных мыслей автора, как для каждой из частей оригинального текста, так и для всего текста в целом. Сравнительная кратность и прямота изложения – отличительный признак этих тезисов. Их основное предназначение – это облегчить понимание суть оригинального текста. Сложные или развернутые тезисы – это одновременно компактный, но достаточно совершенный по своему содержанию материал, который в совокупности с планом и другими выписками может послужить первая основа для записи чернового варианта основного текста письменной работы. Конспект – весьма сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя цитаты наиболее примечательных мест, в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. Резюмент – это краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная прежде всего на основе содержавшихся в нем выводов. Аннотация – это краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающая о нем обобщенное представление. Составление утонченного списка исходных источников информации. В большинстве случаев после просмотра произведенных записей у исполнителя возникает необходимость внесения первоначальный вариант списка исходных источников информации уточнения. В конечном счете эти уточнения сводятся к корректировке содержания списка, исключению из него одних источников и внесению в него других, которые по каким-либо причинам не были привлечены в качестве исходных. УДК позволяет охватывать все отрасли знания и производить неограниченное деление на подклассы. УДК состоит из основной вспомогательной таблицы. Основная таблица содержит понятия и существующие им индексы, с помощью которых симпатизируют человеческие знания. УДК имеет ряд значительных преимуществ – удобство шифрования, относительная быстрота поиска информации для ускорения отбора необходимой документации из общего объема и повышения эффективности труда научных работников существует общегосударственная служба научной и технической информации. На следующем занятии мы с вами продолжим обсуждение электронной формы информационных ресурсов. Подведем итоги. Сегодня мы с вами изучили документальные источники информации, разобрали поиск и накопление научной информации, то есть как вы будете для своей диссертации накапливать информацию, при помощи чего? Часть у вас будет лит-обзор, который вы будете делать за счет информации в статьях, вы будете собирать тезисы и современные литературы. Электронная форма информационных ресурсов и, немного не успели, обработка научной информации, ее фиксация и хранение. Это будет на следующем занятии. В какой-то у нас вопрос для самоконтроля. Похарактеризуйте понятие документов. Какие виды документов вам известны? Перечислите методы анализа документов. В чем заключается метод экспертных оценок? Что такое каталог, его виды? Расскажите о принципах введения рабочих записей. Какие виды рабочих записей вы знаете? Как составляется уточненный список исходных источников информации? Что такое УДК? И какие существуют принципы отбора и оценки фактического материала? На эти вопросы вы можете ответить, используя этот список литературы. Крампит, методология научных исследований, 2008 год. Коробка, основа научных исследований, 2000 год. И Герасин, водительская института, учебная пособия для магистрата, 2010 год. Вернемся к слайду «Вопросы для самоконтроля». Прошу вас их записать. Прошу вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...